Привет, с вами Дайвинг без границ. Сегодня поговорим о маркерных буях. Что можно сказать о буях вообще? Во-первых, надо определиться сразу, для чего их применяют. Основное предназначение маркерных буев, вот видите, я тут надул несколько штук, это обозначить место всплытия дайвера, чтобы команда корабля знала, где его подобрать, либо чтобы никто не наехал ему на голову, когда он всплывает. Второе предназначение маркерного буя – это опора для всплытия. В случае, если у вас случилась какая-то проблема с BCD, и вы не можете его поддуть, то вам поможет буй, запустив буй, привязав к нему линь, вы можете подняться по этому линю, используя надутый буй как точку опоры на поверхности. А какие бывают буи? Буи бывают, в принципе, трех основных типов. Это открытые, мой любимый вариант, я его называю «выброшенные деньги». Вот типичный представитель этого варианта. Вот такая вот пластиковая сосиска, которая не имеет никаких клапанов, ничего. Ну, вот здесь вот магнитик, вот такой вот кармашек открываем, сюда надуваем. То есть, если такой буй поставить лежащим на поверхности, надутый, он у вас спустится. Поэтому этот буй, его недостаток большой – то, что его надо держать постоянно надутым, в вертикальном положении, чтобы нижняя часть вот эта была под водой. Ну, и также оставляет особое удовольствие вот это крепление вот с этой верёвочкой, которое вы распутываете, так запутаетесь, что, я думаю, вам будет не до запуска бури. Дальше идут буи полузакрытого типа. Вот такой буй, как видите, вот он у меня надутый, не сдувается, он достаточно давно стоит, он имеет клапан для сдувания. Здесь внутри у него находится клапан, который позволяет воздуху только заходить, а не выходить. Ну, естественно, он не полностью герметичный, но тем не менее. Вот, надувать его, вот этот вариант, точно так же вот через это отверстие, да, снизу. Но в отличие от предыдущего варианта, этот буй достаточно хорошо держит воздух, да. И он более, я бы сказал, удобен в применении, чем в предыдущем. Итак, продолжим. Следующий тип буя, это у нас тоже полузамкнутый буй. Он также имеет клапан сброса. Внутри также вклеен клапан для надувания. Здесь еще добавлен клапан орального поддува, чтобы можно было надуть с помощью рта или с помощью шланга инфлятора. И магнитный замок. На самом деле, непонятно, зачем он здесь нужен, но тем не менее. Вот этот вариант, он по мне так является наиболее удобным для рекреационного дайвинга. Вот, и я чаще всего использую именно такой вариант, потому что есть несколько способов его надуть. Можно надуть его как с помощью второй ступени регулятора, через вот это отверстие. Можно надуть его орально, можно надуть его шлангом инфлятором. И последний, четвертый вариант, это полностью замкнутый буй. Как видите, вот он весь прострочен. То есть его невозможно надуть никак, кроме как орально или опять же шлангом инфлятора, только через вот этот сосок. Ну и естественно клапан сброса. Этот буй я использую во время технических погружений, так как он очень компактен. Во время технических погружений я использую не один буй, поэтому это один. Тот, который выполняет сигнальные функции. Обозначает просто только место спрытия. И он компактен, в свернутом состоянии, прекрасно помещается в карман. И очень надежный, то есть на поверхности лежа он абсолютно не спускает, потому что ему в принципе нет возможности откуда-либо. У него нет таких простых клапанов, которые, как есть в полузамкнутом, буй, которые все равно потихонечку пропускают воздух в обратную сторону. И этот будет находиться в надутом состоянии до тех пор, пока я его не справляю. И сейчас поговорим о том, где размещать буй на своем снаряжении. То есть наиболее часто встречаемые мной способы – это способ на Д-кольце, на этом, либо на боковом. Эти способы очень-очень неудобные. Ну, удобные в плане того, что висит все рядом, но неудобно с точки зрения дайвинга. За эти висящие предметы вы легко можете чем-то зацепиться. Особенно если вы ныряете в водоемах с мутной водой, с большим количеством сетей. Поэтому этот способ и вот этот способ лучше не применять. Наилучшим способом хранения боя во время погружения является либо карман вашего BCD, кого BCD использует, кто использует BCD с карманами, либо карман вашего сухого костюма. Второй альтернативный способ, который я часто использую, когда ныряю летом, видите, на моем BCD нет никаких карманах, я креплю буль вот здесь. Сейчас я сниму подвеску и покажу вам, как непосредственно буль здесь закреплен. Это тоже удобный способ. В этом случае буль доступен, легко доступен. То есть достать его рукой очень легко. И он ни за что не зацепится и не мешает абсолютно плавать. Итак, этот способ отставить, и этот способ тоже далеко не лучше. Еще один способ, которым я также пользуюсь, но он подходит только для чистой открытой воды, где нет возможности что-то зацепить. Например, так как я ныряю в основном в Красном море, то вот такой способ крепления, в принципе, тоже может иметь место, так как буй и катушка, расположенные на заднем D-ринге, в принципе, не мешают работать со снаряжением и не позволяют за что-то зацепиться, так как просто цепляться не за что. Опять же, если вы ныряете в наших водоемах, в отечественных, в России, в Украине, то, вы знаете, под водой очень много браконьерских сетей, можно легко влететь, если вы зацепитесь, будет очень неудобно оцепляться, вырезаться. Очень часто дайверы, приезжающие к нам, нырять при входе с яхты в воду, теряют свою шпульку. Почему? Вот если шпульку закрепить вот таким способом, надеюсь, вам видно, да, петля вот здесь, то при ударе об воду карабин отстегивается и шпулька полетела вниз. Поэтому я рекомендую, если вы храните шпульку не в кармане, используйте вот такой способ крепления. Оставьте вот примерно свободный конец, где-то в полтора диаметра катушки, проденьте в свободное отверстие. После этого карабином вот так вот зацепили, сделали пару оборотов и защелкнули. Линь не дает возможности ему открыться. И катушка, закрепленная таким способом, она, во-первых, при ударе не открывает карабин, и вероятность того, что у вас откроется карабин, и вы потеряете эту шпульку минимальна. Следующий по частоте вопрос, который мне задает, как привязывать линии шпульки к бую? Вариантов существует на самом деле множество. Давайте я вам покажу несколько из них. То есть первый вариант, когда у нас есть шпуля, как видите, у меня на конце шпуля расположена петля, и на конце еще петелька, это для удобства работы. То есть первый самый легкий способ, если у вас, как у меня вот на этом гуе, карабин вшит, можно просто пристегнуть и после этого уже запускать. Многие предпочитают не пристегивать, опасаясь того, что карабин расстегнется, а привязывать. В таком случае берем петлю, продеваем, продеваем катушку, и запускаем их в таком виде. В таком виде точно буй не отряжется. Дальше. Какие есть еще способы? Если нет карабина, если нет карабина, то на гуе наверняка присутствует какая-то петля. Давайте, вот здесь вот резинка изобразит эту петлю. Тогда можно то же самое сделать с этой петлей. Петлю продели. Все. Подмотали. Главное не забудьте, после того, как провязали, подмотайте обязательно шпури, чтобы у вас не было свободных концов, которые могут зацепиться за ваше снаряжение при запуске, например, вот как вот, и вытащат вас вместе с буй. Итак, вот основные способы крепления линия шпульки к буй. Давайте теперь рассмотрим вопрос о том, как правильно и безопасно запускать буй. Сейчас я подсоединю, у меня баллона нет, я подсоединю регулятор сзади, как-то попытаюсь его протрассировать, и покажу вам способ запуска боя, последовательность действия. Итак, вариант запуска боя, конфигурация регулятора с длинными шлангами. Мы во время погружения дышим из основной второй ступени. Перед запуском боя мы переключаемся на запасную вторую ступень. Почему? Потому что у нас есть два способа надувания боя. Оба из них подразумевают вынимание второй ступени изо рта, и в одном способе мы используем непосредственно вторую ступень, а в другом способе мы используем оральный подух. Поэтому нам понадобится регулятор со свободным шлангом, так как бэкап у нас жестко привязан, и работать им неудобно. Поэтому переключаемся на бэкап и временно дышим из бэкапа и фиксируем основную вторую ступень на D-кольце, чтобы ничего не болталось, ни за что не зацепиться в процессе. После этого, представьте, что регулятор у меня в рту, я не могу говорить регулятором в рту. После этого мы достаем буй и шпуру. Начинаем первым, расправляем буй. Представьте, я просто регулятор вынул, представьте, что он в рту. Снимаем резиночки, убираем этот карабин, он нам не нужен, он расправляет на декорацию. Расправляем буй. Разматываем линь, снимаем его, достаем, привязываем. После этого мы можем подмотать. и в принципе мы можем карабин как прицепить на линь, поставить его здесь, так и убрать. В данный момент он нам не нужен. Обратите внимание, линь смотан полностью. После того, как мы приготовили буй, мы решаем, как мы будем надувать этот буй. Этот буй надувается двумя способами, либо орально, либо регулятором. Давайте оба способа рассмотрим. Первый, надуваем регулятором. В этом случае мы продолжаем дышать из букапа, второй запасной ступени. Отсоединяем основной шланг, расправляем его, чтобы он был полностью свободен. Шпульку мы держим вот так. Вот так вот палец держим буй. То есть в одной руке у нас все и буй, и шпулька, в другой руке у нас регулятор. Вставляем регулятор, поднимаем вот в такое положение и нажимаем на мембрану. Воздух пошел, буй надувается. Досчитали 121, 120, 223, и опускаем вот этот палец вот на этой руке. И буй, у меня в данном случае он полетел вниз, но на тут иду, буй, понятно, что он пойдет вверх. И все. Катушку не придерживаем, просто не даем ей слететь с пальца. Пусть она свободно разматривается. Это вариант с надуванием регулятора второй, с помощью второй. Второй способ. Делаем все то же самое. подмапываем, точно так же держим, дышим, как это. Вы помните, из этого регулятора. Делаем глубокий вдох, вынимаем, берем инфлятор орального поддува и делаем один полный долгий выдох. При этом ваша плавучесть не поменяется. Практически так, как весь воздух из ваших легких перейдет в буй, вы останетесь на одной и той же глубине. После этого отводим от себя максимально далеко и отпускаем. И то же самое. Буй пойдет вверх. Понятно, что на воздухе он не пойдет вверх никогда, но под водой он у вас пойдет вверх. Не надо пытаться полностью надуть буй, так как вы его выпускаете примерно с глубины 5-6 метров, воздух, который вы в него выдохнули, еще расширится, его будет, в принципе, достаточно. Вот такие основных два способа запуска буя. То есть основное никаких свободных концов, не прижимаем к себе. Стараемся, чтобы рядом с нами никого не было. прежде чем начинать поддувать буй, обязательно посмотрите на поверхность, нет ли на кого ни кого-нибудь под вами, не запустите ли вы буй в кого-нибудь или в лодку, которая над вами находится. И в одной руке вы держите буй и шпулю, а вторая рука вам нужна либо для поддува, в любом случае для поддува, либо инфлятор, либо вторая ступень. Вот собственно и все способы безопасного запуска буя. Всем спасибо за внимание, кто смотрел. Извиняюсь немножко за саунд вокруг, вороны мне тут аккомпанируют, но ничего поделать я с этим не могу, к сожалению, дикая птица. Ребят, большая просьба, если вам нравится, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь, и обязательно пишите в комментариях, что бы вы хотели еще, чтобы я вам рассказал. Вот данный конкретный ролик это ответ нашему зрителю, который написал комментарий с просьбой рассказать именно обу в предыдущем нашем ролике про сборку стейджа. Поэтому ждем ваших комментариев и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok